Поедем в Рештан. Нахваливал самый вкусный плов там. Мы миллионеры. О, сам-сам, мы уже пробовали ее, очень вкусная. Ехали в Рештан, приехали в Бостон. Все, что вы видите в Узбекистане, практически все из Рештана. Красивые леганы. Продажа всей этой продукции происходит в городе Бостон. Самый вкусный плов, типа, я даже не знал. Ольге нравится быть в Узбекистане, разливать чай. Вот лов наш пришел. Костые шутки. Интернациональный керамический центр. Класс, да? Ух ты, елки-палки. И прямо из вот такого получается вот такие вот. Хом-пас, еще не готовы. Интересно работает? Ну, что-то да. Очередное доброе утро. Добро пожаловать в Узбекистан. Ну, мы в этом, на Мангане, в Маргелане. Гостиница Диор. У нас сегодня, наконец-то, у нас сегодня свободный день. И мы сейчас, сейчас друг приедет, поедем в Рештан. Нахвалил самый вкусный плов там. Посмотрим подделки рештанские. Вот эти, то, что леганы, все это есть, все делают в Рештане. А сейчас мы пойдем перекусим. О, он самса в тандыре. Сейчас мы туда пойдем. Мы сейчас будем из тандыра. Прям самсун. Тандыр передвижной на тележке. На. Смотрите, какая красивая. О, самса, мы уже пробовали. Очень вкусная. Да, да, да. Я уже пробовал. Спасибо. Сейчас мы зайдем. Все такие доброжелательные. Кайф аж. Сейчас мы зайдем в кафе. Нам принесут зеленый чаек. Класс. Классно будет вообще завтрак. Ну, такой у нас обычный узбекский завтрак. Вкусно. Вот такие маленькие. Две мы, блин, уже. Дочь, покажи, как они были. Нет, как они были. Вот так, с другой стороны покажи. Ну, так были. А, ну, я показывал в тандыре. В общем, мы завтракаем. Всем приятного аппетита. Ольга, все из банкоматов деньги вытаскивает. В общем, ситуация такая. Рубли невыгодно менять в обменниках. Мы поэтому рубли закидываем на карточку другу. Из карточки снимаем по хорошему курсу. Где-то 141-142. Вот так сейчас курс. В том году 157 был. О, все. Мы миллионеры. Миллион четыреста здесь. Все, мы едем. За нами приехали. О, какая карета. Чистенькая. Приехали мы в Бостон. Ехали в Рештан. Приехали в Бостон. В общем, мы сейчас проехали. Не успел снять. Там улица Чайханская была просто. Название такое. Я шучу, конечно. А, вон, сейчас мы вот это посмотрим. Сколько здесь. А и вот с этой стороны, смотри, тоже. Это все ручную делают, да, вот это. Керамику. Мы выйдем, вот, обязательно прогуляемся с ними. В общем, что я начал говорить. До этого была улица. В каждом доме Чайхана, Чайхана, Чайхана. Улица Чайханская мы ее назовем. Давайте. Ну, видите. Посмотрите, частный садик какой. Сейчас вообще в Узбекистане очень развито, да. Вот это частные садики. И государство платит, и люди платят. И все довольны. И садиков очень много стало. В общем, мы сделали круп, нашли Чайхану, заказали плов. Сейчас вот едем, сейчас я покажу вам, тут Ошхана улицу. Сколько здесь. Мест, где готовят на заказ. Ну, здесь самса. Ну, в общем, очень много предпринимателей. И мойки. И вот Ошхана. Готовят плов, тут, ну, всякую еду на обед. Что еще? Мясо продают. А, вот она. А, узнал ты? А, ну, вот, правильно. Она вот рядом с Аюдиотом. И вот там, посмотрите, тоже практически в каждом доме есть что-то свое. Какой-то маленький бизнес. Все, высадились. Значит, здесь местные мастера делают вот такие всякие штучки из глины, горшки и оленей. Вот горшки для цветов. О, какие поделки для сада. О. Приехал. А у нас вот так поездка по тротуару карается штрафом серьезным. А так, видите, как красиво. Сейчас, ну, давайте зайдем внутрь. А, давайте. Сам себя уговорил. Ох ты. О, здесь, вон, какие видите. Все, что вы видите в Узбекистане продается, практически все из Гриштана. Даже в Узбекистане все, что продается в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Все из этих мест. Все мастера отсюда. Все мастера отсюда. И все это развозится. Вот орламент узнаете. У нас то, что на кухне висят кучи вот такие, ну, на летней куча леганов. Леган – это вот такая большая тарелка для плова, ну, для блюд. Все это везется отсюда. Красота. Гранат. Ты вот такие, Оля, хотела? Это вообще мелкие какие-то. А, вот. Дедушка в повозке. Мы хотели купить вот такого большого деда, но в другом исполнении. Но думаем, как это везти вообще. Он просто огромный. А вот и тарелки плетеные. В первом же магазине затарились. Да. Да, Оля? Да. Нам еще немножко пройти надо. Посмотрим, какие еще тут изделия есть. Ну, здесь местные ходят. Вон, не только туристы. Тут из туристов только мы. Я скажу, да? Из туристов только мы. Здесь, потому что отсюда же разводят. Самарканд, Бухара, да? По всей республике, да? Вообще. А вот. Вот этот вот с хлопком различная самая посуда. Ну, это все это самая заводская, да, наверное? А. Мне кажется, это заводская печать. Это не ручная. Узнавайте. Не хочу вас, честно говоря, этим пугать ценами. Цены, конечно, здесь дешевле, чем у нас. Даже на оптовом рынке мы покупали на Фудсити. Очень много, кого интересуют, могут съездить на втором этаже. Очень много вот такой посуды привозят на фурах или, я не знаю, в контейнерах. И продают. И так идешь и пловом пахнет реально, потому что здесь чайханы вокруг. О, красота. Ага, пиаловая. Пиаловая называется, да, косушки. Вот эти большие косушки, пиаловушки. Дакцы выглядят. И вот красивые, красивые леганы. Любой из этих леганов. Вот я вижу по расцветке. Мы в Москве видели на Фудсити. Можно купить дешевле, чем продают. Вот эти, кто продает сухофрукты там, то сё. У них дороже, конечно. О, смотрите, какая прикольная. Зонтик в виде допушки. Ну, прикольно. Сидят два узбека. Следующая лавка. Здесь тоже боль. Как бы не упасть, если я сейчас упаду, представляется, своей массой. Ну, вот груду капец. Это будет просто катастрофа. Ну, вот здесь запылётная. Ну, по крайней мере, образцы, видите, какие тарелок. Всё есть красиво. Сейчас мы пройдём, вот здесь проберёмся. Это всё заводское. Это не ручное. Вот эти леганы говорят, что это ручные. Я, честно говоря, думал, мы увидим, как это делают. Ну, нет, здесь мастерских таких вот прям, чтобы перед продажей не было. Ну, перед магазином. Вот какие интересные тоже всякие штуки, тарелочки. Ну, вот такие вот тарелки с гранатом, там с виноградом. Они дороже, чем просто леган. А, вот. Ну, это не то, это поменьше волю, чем я хотел. Вот тандыр, смотрите, тандыр, дрова, лепёшки. Очередной магазинчик, смотрите, здесь кружки. Это на пивные похожи на такие. Пиала. А, вот эти. Деды под допушкой, смотри, Валь. Тоже классные. Это тандыр, смотри. Так. Ну, красота. А сколько этот пацанам? Пацанам не будем, да, наверно, расстраиваться? Россиян. Такие большие леганы здесь вообще. Здесь выбор такой. Да, да. Сейчас нас обещают еще свозить к мастерам. Посмотрим, как они все это лепят. Все это творят. Очень много. Видите, разных стук орнаментов разных. О, дед, смотри, осел такой огромный. Слышно, кого послышка, они в горбунок. 25 тысяч, да? 35. А, маленький по 25, да? Нет, больше не было. А, ну, это орнамент другой, да, там? С ромбиками. Не вижу, да вот этот. А, стандартный. Стандартный. Вот такой 25. Да. Вот 25. Вот так 25. Вон тут 35. Ну, примерно для... Очень большие леганы вот эти. Но 25 тысяч это сколько? Это меньше 2 тысяч рублей. Э, 200 рублей, да? Меньше 200 рублей. У нас они стоят, ну, 500, наверное, 600, 800. Там в зависимости от размера. Ну, естественно, в общем, все. Нет смысла показывать цены. Почему? Потому что ассортимент большой. И на рынке, на московском, то, что вы увидите, делите в два раза. А потом делите еще в два раза, чтобы понять, сколько у него себестоимость здесь в Ристане. Вот. Вот так вот. Сейчас мы узнали, где будет... Где мастера сидят. Попробуем их найти и снять. Продажа всей этой продукции происходит в городе Бостон. И это, кстати, не шутка. Там написано Бостон. Мы сейчас из Бостона выехали. Вот. С двух сторон, справа, слева. Продают изделия все, знаете. Дай бог, сейчас мы вот сейчас нашли Чайхану, где заказали плов. Уже время подходит. Мы сейчас пообедаем. И поедем, посмотрим на этих творцов, да, которые творят вот это все. Приехали мы в Чайхану. Окьюль называется Чайхана. Прямо на дороге, на трассе находится. Вот дальше мететь. Там это улица с тарелками, с леганами. Заказали мы здесь сейчас плов. Ну, небольшую порцию. На заказ они делают. Вот. Почему здесь самый вкусный плов, типа? Я даже не знал. Потому что плов делают из особого риса, из особого сорта чунгаринский. Чунгаринский, поэтому, да? Так, сорт. Ну, все? Вся информация. В общем, я думал, что самый вкусный плов всегда думал это ферганский. Оказывается, нет. Вот дворик. Вот так выглядит симпатично сделали мостики. Здесь топчаны. Можно на улице посидеть. А есть кабинки. Вот, снаружи дворик маленький выглядит. А вот там, посмотрите, сколько еще. Двухэтажный, да? Вот здесь большой топчан на большую компанию. Подушки для того, чтобы можно было облокотиться, полежать. Так, у нас одиннадцатая, походу, кабинка. Здесь, да? Да, одиннадцатая. О! Смотри, какая большая. Да, и удобно, смотри, здесь сразу посуда хранится. А, ну да, ну неправильно, как у нас на кухне, да? Это у нас подсмотрели просто. Да, сып туда таскать ничего не надо. Как ты смотрела в камеру и мимо провела? Ольге нравится быть в Узбекистане, разливать чай. Ну да, мне тебе нужны салфетки. Вот так на подносе, видите, салаты приносят. Мы выбрали то, что нам надо к плову, больше ничего не надо. Лепешки везде сейчас стали, да, такие красивые? Это что? Это сразу салфетки? Вот так, как я показывал раньше. Вот так выглядит шикарок. Это, ну, без огурцов. Вот здесь вот тоже так же правильно подали. Кто-то пишет с огурцами. С огурцами это очучук. А просто лук и помидоры это шикарок. Вот плов наш пришел из волшебного риса. Как называется, Оля? Выучила рис? А вот это, вы знаете, да? Что в Горинске? Нет, я не знаю, что это такое. Сейчас попробуем. Я первый раз, наверное, арестантский плов ем. Смотрите, да, здесь новшество какое. Принесли вот такую косушку. Шурпак плова называется. Шурпак плова? Да. Тут очень много перца. А что с душей? Маленький глоток. Острый, говорит, вот это. Острый напиток. Это плов вот подается. Шурпа, шурпа с перцем, да, называется? Да, с пловом. А что, да? Острый, шурпа. Ну, фергане такого не подают однозначно, да? Нет, надо заказывать. Заказывать надо, если закажешь, подадут. Обратите внимание, фергане сейчас делают плов с двумя морковками, да? Желтый, красный. Два вида. Здесь только желтый. Классический, как раньше было. Оля, перцы поменьше. Я просто запить хочу. Хочу попробовать вот это. Горячий, как-то горячий, острый. Острый напиток, шурпу. Вот пробуем плов. Рис, рисинка к рисинке. Он мягкий, в то же время он не разваристый. Знаете, очень вкусный. Единственное, для меня обычно, знаете, что интересно, что в Узбекистане всю еду пересаливать. Всю еду. А здесь салат был вообще не посоленный. Мы сами солили. Но понятно, чтобы он воду не дал. Даже шурпу вот эту, острую, я попробовал. Она вообще не соленая. Она острая, но не соленая. И плов то же самое, не досоленный. Но это для меня это дело. Лучше не досолить, чем пересолить. Потом не исправишь. Плов очень вкусный. Что еще хочу заметить? Есть такой нюанс. Здесь вот эта горка была всего на полке лориса. И мы вчетвером, и я, не съели. Хочу обратить внимание. Здесь вот смотрите. Что значит уважение? Когда все тут бики едят, вот они вот последний кусок мяса будут вот так вот подкладывать соседу. Никто вот так в рот не возьмет. Никак это за... Не буду говорить где и как. Это называется элементарное уважение. Вот так подкидывает он, гостю подкидывает. Вот так кидают, кидают. Пока не появляется гость-россиянин. Вот так берет и съедает. Что мясу пропадать? Плов был вкусный. Просто мы много не едим. Это реально, мы думали ошибка. Килограмм на полкило был сделан взрывак и плов. Выходим. Сейчас мы поедем, найдем, попробуем мастерскую найти. Посмотрим, как делают леганы и так далее. Ну, видите, как будто душу вкладывают, что ли. Так не так, тя-пля-пра. Дальше чехана придешь, такое все, знаете, где что нашли, поставили. И все. Казан стоит, а здесь ни казана не видно, ни казана не видно, ничего. И вот кабинки, кабинки, кабинки. Хорошая, видимо, чехана. Плов хороший. Поэтому приезжайте. Кто будет мимо ехать, заезжайте. А, кстати, чек вышел 260 тысяч сумм. Ну, я в рублях напишу, сколько это. Вот. Что туда? Плов, салаты входили, чай. И еще они включают везде, кстати, включают сервис. Очень удивительно, что чехана такого типа, да. Обычно туалет смотришь и хочется все в себе держать до последнего. А здесь туалет такой приличный еще. Как в ресторане прям. Ладно, мы выходим и поедем искать местечко с мастерами. Смотрите, дружище наш задержался в чехане, дал мне пульт. Открываем машину. Думал, где ключ? Как бесконтактная, что ли, Нексия? Заводится кнопкой. А нет, вот ключ. На месте. Пожалуйста, в узбекистане просто не угоняют. Вот по моей памяти, я сейчас не знаю, сейчас я в нем спрошу. Но по моей памяти, я думаю, не угоняют. Потому что я тоже забывал в машине. Прямо в замочке скважины эти ключи. Ой, вот так здесь. Не судите, пожалуйста, по Узбекистану. О, по Узбекистане. По тем людям, которые приезжают на время. Основная масса, конечно, из них. Ну, по ним нельзя судить, а в Узбекистане. Но есть, конечно, исключения. Хорошие ребята, нормальные. Ну, все, у кого голова на плечах, есть образование, все работают здесь, на месте. Давайте немного Рештана я вам покажу. Мы едем от, наверное, одна из главных улиц, да? Или нет? Или кольцевая? Нет, нет, главное, сейчас мы будем въезжать в город. Да, это въезжает, это еще не город, это еще пригород такой. А у нас в пригороде не так. Не так, такая большая мечеть впереди. Самое интересное, вот мы угораем здесь, самая интересная тема, это как найти адрес. Адрес никто не знает. Останавливаешься, спрашиваешь, куда? Вот как мы Чехану искали. После второй заправки метана, сразу направо будет Чехана. Сейчас мы ищем этот, как его? Мастеровка. Да, где мастера арештанские сидят, там сказали, семь светофоров проедете налево, и напротив школы будет, напротив Мактаб будет вот эта вот зона, где сидят и мастерят мастера. Это точно такое? Да, это не знаю я. И вот мы едем и гадаем, какой светофор. Перекресток или пешеходный тоже считается? Мы уже в центре. Ну да, такое, наверное, нет, да? Наверное, не туда приехали. Мы уже в центр приехали. Дом бита или быта? Ладно, неважно. В общем, мы приехали в центр, но нам в центр не надо было. Походу мы проехали поворот, потому что Сусанин засомневался после пятого светофора или после седьмого. После седьмого начался город, а в город мы не должны в центр заехать. Поэтому разворачиваемся и едем обратно. Здесь, оказывается, есть в Рештане два кинотеатра. Вон, я вижу авиакассу. Ну, в общем, все, все как положено, все есть. Здесь рынок, но это центральная, да, все. Ну, все чисто, аккуратно, по крайней мере, слушай. Нет мусора нигде. Вот это удивляет, очень серьезно. Не, ну это хорошо, почему удивляет? Не, это хорошо. Ну, ну, было так, было, да. Сейчас очень хорошо все убрано везде, чисто, аккуратно. Все, чисто по интуиции, как и раньше. Мы вернулись, два светофора мимо. Заехали, вот там школа, ее не видно за деревьями. И вот, тадам! Интернациональный керамический центр. Вот, мы нашли. И сейчас пойдем прогуляемся, что-то посмотрим. Видно, что новое. Там что-то никого нету. Может, сегодня выходной? Слушай, сегодня пятница же, нет? Ну, открыто же. Ну, грандиозное такое. Построили строение. Тоже в первый раз. Ну, видишь, если мне мыть, и не увидел. Вот здесь магазинчики есть, керамические разные. Ну, здесь, скорее всего, и музей тоже. Вот это Леган! Вот это я понимаю. Сколько килограмм можно сюда? В 20-м году сделали. В 20-м году сделали. В 20-м году. Как красиво. Это представляешь, такую на стенку повесить? Илон, встань вот. Класс, да? Похоже, центр построили конкретно для туристов. Ну, таких, как мы, показать свое искусство. Ну, здесь я вижу только магазины. А, здесь вот, во дворах, видимо, делают сейчас все. Знаете, зайду. Надеюсь, это не Техас, никто не застрелит. Да, да, да. Это частные дома? Да. Вы здесь живете, да? А, сестра, сестра. А можно посмотреть, фашлык спроси? Да, да, да. Я разрешил уже. Ага. Вот здесь они делают. Очень красиво. То в Москве все продают ваше изделие. Класс. А где мастерская? Можно посмотреть, где делается? Да, вот в Москве параде один. Стесняется, наверное. Здесь вот огородик маленький. Делают и чайники. Но это еще не готово, я думаю. Вот здесь такой маленький дворик. Ребят, в свой огород нарды играет. Мастерскую спроси, можно посмотреть? А он прям здесь делает? Да, он здесь. А, о, круто. Я думал, у него стол будет там. А, вот так. Как бить гравюра. Ух ты, елки-палки. Вручную сидела. Попытка только одна. Да. Потом только поставить и из рогатки, знаешь. Ну, хороший мастер, когда испортит рисунок, он может исправить. Он такую рисовал Илону, не получилось. Раз рыбу нарисовал, то уже нормально прокатил. Ну, я же. Ну, круто вообще. Ну, рахмат. Спасибо, этот парень. Он сейчас ничего не сделал, мы спросили. Он специально сел и начал делать. Он то ли отдыхал, то ли все сейчас обед. Ну, спасибо. А, здесь тут же у него, видите, магазин. А, вот такие для граны дела. Головой терапии. Класс. Это новая, да, по-моему? Такого не было раньше. Это вот здесь раскрашивают, да? Вот еще мастерская, на ковре он сидит. И прямо из вот такого получается вот такие вот шедевры. Те, кто думает, что это просто тарелки, нет. Просто, откровенно говорить, дешевая рабсила, поэтому, ну, они не ценят, что ли еще. Когда это все будет ценить, это будет, наверное, стоит, как китайские вазы. А, видишь, он был, потом цвет. Да, 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 вот сейчас. Это готовый сюда он будет. А вот, похоже, да? Ага. Класс. Вот, вот этот цвет. Да. Цвет. Спасибо. То есть, в общем, это не только так, ну, построили, понятно, в одном стиле, чтобы туристы приехали, посмотрели. То есть, вот здесь они живут, у них дома. Вот это, блин, прошлый приезд меня, конечно, захитили. Ты не знаешь, что такое гуйволяк, туда-сюда. Это, на самом деле, глина с соломой. Для чего это делают? Солома же пористая, и глина имеет свойство не пропускать жару и холод. То есть, тем самым, они сохраняют в здании тепло и прохладу летом. Так что, я знаю, что такое гуйволяк. Это не как это мы в детстве прошутили. Вот, смотрите, какая. Еще один магазин зайдем, сейчас посмотрим. Тоже открыто. Освободили. Ух ты. Ох, как красиво. Это все ручное, тоже, видишь, делают. Посмотрим. Вот это, да. Они, то есть, еще и плитку делают, видите, вот такую. Плитка, это вообще классно. Ну, это, как называется, вот это, я забыл, Оля. Коршу. Как? Коршу. Вот так красиво делают. Да, у меня слово красиво уже как мне написали. Как это, как это слово называется? Паразит. Ну, я не могу вот это говорить. Бомба, там, чего-то там. Я вот это не понимаю. Это молодежь, что-то. Мне эти слова не закатывают. Просто красиво, великолепно. И вот так вот это идет до конца. У всех свой, я так понимаю, почерк есть. Свой орнамент. Каждый делает. В общем, если специалист, я думаю, он даже определит по орнаменту, какой мастер. Это мы дундуки там ничего не знаем. Просто используем для плова. Тут все. Еще один магазин. Ну, везде заходить смысла, наверное, нет. Везде очень красиво. Да-да-да. Ну, это, видимо, какие-то, да, уже такие мастера. Да. Не просто тебе тяп-ляп. Оля, ну, я тебе, если хочешь, могу купить глину, вот такую штучку, шик-шик-шик-шик, и с глиной будешь делать тарелочки. А ты раскрашивать, да? Так мы не проживем. Почему? А может, наоборот? Может, печку для керамики. Ну, да. Вот мозаика, видите, на фасаде. Вот так они клеят. Или, как правильно сказать, накладывают. Сейчас опять эти хейтеры. Ты ничего не понимаешь. Вот так для меня это клеит. По морю мы плывем, а не ходим. Вот. А вот там такие красивые. Посмотрите плитки. Сейчас мы подойдем. Посмотрим. Вот узбекские мастера горшки делают. Кстати, они хуже, чем китайские. Вот сейчас когда расписать все это дело. Вот эта плитка. Вот она симпатична. Короче, это ворота здесь живут. два этажа здесь магазин. Там живут. Посмотрите, какая красивая плитка. Есть. Есть. Не будем смущать, парень, он там что-то играет телефон. Вот эта мастерская такая. сейчас пройдем. А вот здесь где-то картина мы видели. А, галерея? Художник да, рисует? Пишет правильно, пишет. сам сериал как зовут Эльдор. Володя очень приятно. Какие картины пишут. Красиво. В общем, вы здесь можете купить не только и мастер-класс вам покажут. Фестиваль будет, поэтому все отдыхают. А когда будет? 22 мая? Хорошо. 22 мая. О, здесь что-то мои залезли. А, это наверное цех да, какой-то где сушат тарелки леганы. они. Прикольно же. Да. Это да, это видимо отец. Как болванки потом потом их раскрашивают там делают резьбу раскрашивают. Ну вот круто можете приехать сюда с колоритом купить еще у мастера наверное подпись можно попросить он вам поставит и на леганы на картину у нас пригласили еще в один дом вот здесь это плитку да делаете красить разрисовывается как это как болванки да вот эти изделия вот такие вот означает вот такой дворик аккуратненький люди живут то есть это вот это изначальные болванки это краски сначала вот отрежете узор вот этим ножиком да потом раскрашивается класс да да ну красиво мы это хотели посмотреть да да ну это такой консервант надо положить набор а это набор смотрите колонка даже есть такая ну-ка интересно работает ну что-то тяжело вода идет ой коричневый брону прикольно все работает просто застоялось я хотел попить думал ладно в козленочка превращусь но нет Ольга предполагает на лига не написано 2020 год скорее всего горит и открыли ну да пандемия когда была делать ничего но вообще очень хорошая задумка и сюда на машине можешь заехать тенек поставить он сколько машин мы снаружи поставили место очень хорошее очень красивое да нам повезло нам показали как они что делают все уезжаем из рештана купила Ольга какие-то фигурки там а илон тоже да купила класс подружки с арбузиком если движка двигаемся по рештану с правой стороны это базар рештанский ну слева магазин и чех она всякие мы честно говоря в рештане сами гости поэтому не знаем ничего рассказать не можем все мы базар проехали едем прямо возвращаемся в фергану основную задачу посмотрели вот въезда в рештан на въезде в рештан смотрите мы уже выезжаем вот такой огромный кувшин о чем говорит фонтан наверно был или нет или делают а его реставрируют наверное немножко развалился это говорит о том что это город мастеров в общем так мы приехали такой длинный день сегодня был насыщенный столько информации доехали все хорошо спасибо нашим друзьям посмотрели рештан ну не весь рештан а в смысле этих мастеров поэтому подписывайтесь на наш поэтому не поэтому а просто подписывайтесь на наш youtube канал youtube канал на оле на инстаграм да все в реальном времени да в реальном времени вот а мы сейчас поедем встречаться с тетушкой всем пока до нового видео в общем заказал я чайок сидим в кафе с нашей тетушкой обиделись вот такие вафли видите готовят это недалеко кстати вон там дальше прям находится кафе пингвин это же пробирка для анализа вот такая пилона заказала я пью чайок а я кофею наконец-то чай уже напилась я уже вся стою из чая на 90% пингвин 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 пингвин